И вновь время новостей на канале Хабарда 4. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. В Усть-Кивногорске одна из крупных пекарен повысила цены на хлеб. Теперь булка белого стоит у них на 5 тенге дороже. На очереди другие производители. Эксперты отмечают, иного выбора у большинства предпринимателей нет. Многие из них работают еще не в убыток, но уже без доходов. Почему растет стоимость социального важного продукта и как связаны цены на хлеб и игра трейдеров на бирже узнавала Аннелья Синбердина. Этот хлебозавод в Усть-Кивногорске тот самый, где первыми повысили цену на булку пшеничного. Руководство признается, что эта мера вынужденная. Рентабельность на этот вид продукции обычно нулевая, а сейчас и вовсе на грани выхода в минус. Тем более, что цена на социальный хлеб осталась прежней – 70 тенге. Расходы на него приходится покрывать за счет ржаных сортов, автоматизации производства и увеличения объема выпуска. Бригадир смены Жилус Аим Гожанова рассказывает, работают почти без перерыва. Люди не понимают ценность хлеба. Это огромный труд. С моих рук проходит где-то 8-9 тысяч хлеба. Это очень тяжелый труд. С 7 утра до 7 вечера мы тут стоим. Раньше цену удавалось сдерживать за счет прошлогодних запасов. Но хранить зерно на элеваторе в большом объеме хлебопекам невыгодно. Да и качество страдает. Только вот новый урожай оказался значительно дороже. Хлеб – это социальный продукт, социально значимый продукт. Но, тем не менее, зерно повышается в цене. Зерно не считается социальным, а хлеб считается. Непонятно. Вообще, стратегия государства нам непонятна. Зерно, мука за последние 12 месяцев подорожала с 62 тенге до 105. То есть, представляете, да, на сколько процентов подорожала мука. И, соответственно, мы хлеб повышаем. Между тем, по данным специалистов, объективных предпосылок для такого резкого скачка цен на зерно в области нет. На востоке Казахстана, в отличие от других регионов, урожай хороший. Свыше 900 тысяч тонн вместо 780 тысяч в прошлом сезоне. И в два раза больше того, что требуются области за год. Но злую шутку сыграли слухи о недоборе зерна в целом по республике. Все думают, что зерна будет не хватать. И в связи с этим есть такие ожидания, что будет рост цен. И это очень сильно отразилось на политике аграрно-продовольственной корпорации. Продкорпорация своими действиями приводит, наоборот, к повышению цен на зерно. Эксперт разъясняет. В начале сентября продкорпорация объявила, что готова закупать зерно у крестьян по 62 тенге за килограмм. Но не прошло и трех недель, как подняла ставку на 10 тенге. Сейчас на стадии обсуждения вопрос очередного повышения стоимости закупок. Хотя в республике, в отличие от хлебозавода, есть еще и прошлогодние запасы. По статистике, реализовано было из урожая прошлого года на экспорт около 3 миллионов тонн зерна. При этом мы ежегодно реализовываем около 6-7 миллионов тонн зерна. То есть это говорит о том, что у нас, скорее всего, есть запасы. В Казахстане есть запасы зерна, которые находятся у трейдеров зерновых. Вполне возможно, что это и есть игра трейдеров. Так биржевые игры могут напрямую влиять на цену хлеба. Хотя фактически в стране зерна достаточно. По отчетам Минсельхоза собрано 19 миллионов тонн при потребности в 6-7 миллионов. Поэтому о реальном дефиците речи не идет. Анна Лисенберзина, Слан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Между тем, цена на социальный хлеб в АТРА увеличилась сразу на 20 тенге. Причиной подорожания главного продукта на столе стал рост цены на муку первого сорта. Со следующей недели стоимость собственной продукции намерены поднять две крупные пекарни. И если ранее цена на буханку составляла 75 тенге, то в понедельник жители будут покупать ее уже по 95 тенге. Вместе с этим местные власти уже сообщили, что готовится ряд мер по поддержке крупных пекарен по поводу сдерживания роста цен на социально важный продукт. Цена на муку резко поднялась на 25%. От 115 тенге за килограмм выросло до 140 тенге. Если ранее себестоимость хлеба составляла 70 тенге, в торговых точках продавали хлеб по 75 тенге, то теперь мы вынуждены отправлять хлеб по 90 тенге. В торговых точках цена составит 95 тенге. Сегодня, 19 октября, в стране отмечают День спасателя. Одной из самых опасных профессий в мире считается работа пожарных. Среди тех, кто ежедневно подвергает свою жизнь риску – огнеборцы. Герои нашего времени есть и среди сотрудников департамента ПЧС города Шимкента. В их числе Бексултан Ибадула и Жумагали Худайбергенов. За храбрость они удостоились государственной награды Ерли Гуйшин. Во время взрыва в Варыси они не только боролись с огнем, но и спасали людей. Старший пожарный Жумагаликудай Бергенов со своим отрядом готовится к очередному экстренному вызову. В одном из частных домов загорелась хозпостройка с кормом для скота. Пламя прибывшие огнеборцы смогли ликвидировать вовремя. Вместе с супругой Акжибек отважный Жумагали воспитывает четверых детей. Мужчина признается, что находясь сутками, а иногда и неделями на дежурстве, скучает по семье. В органах гражданской защиты пожарный с 2005 года. За это время спас сотни объектов от огня. Один из главных подвигов спасатель совершил во время взрывов в Варыси. Рискуя собственной жизнью, эвакуировал из города 35 человек. «Когда мы въехали в Варысь, то народ массово в панике бежал оттуда. Во время тушения горячих домов произошёл второй взрыв. Ощутили очень горячий воздух. Мы начали в спешке выводить людей из домов на улицу. В их числе были и дети. Всех разместили в боевой машине». За отвагу и героизм Жумагали Кудайбергенов получил государственную награду в памяти жителей Арыси и подвиг инженера Бексултана Ибадулы. Он вместе с пожарными находился в городе. Помогал детям, пожилым и женщинам. «Тогда на грузовой машине отвёз за пределы города в безопасное место около 45 детей и 35 взрослых. Я считаю, что спасатель должен быть преданным своему делу и быть настоящим профессионалом». Для своих коллег Бексултаны Жумагали – пример для подражания для тех, кто только пришёл на службу, старшие товарищи – образец силы и мужества. «В первую очередь наша работа – это спасение жизни, а потом уже материальных ценностей. По городу Шымкент в этом году два сотрудника получили медаль «Ерлега Ошен». Их подвиг восхищает остальных сотрудников». Накануне Дня спасателя почтили тех, кто ценой собственной жизни сохранил чужие. Цветы к памятнику героев благодарные горожане приносят постоянно. Наталья Острокова, Нурбек Байбосын, Шымкент, Хабар-24. Более 3600 раз выезжали на экстренные вызовы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. С начала этого года они помогали тем, кто тонул в воде и оказывался заложником огня. Благодаря спасателям второй шанс на жизнь получили более 300 человек, в их числе и жители Талдыхургана. Этот дом в центре города загорелся в марте. Тогда жительница четвертого этажа Татьяна Адлер оказалась в огненном кольце. Из-за сильного дыма пенсионерка могла задохнуться. Трагедии удалось избежать. Спасатели прибыли вовремя. Дети пенсионерки уехали жить за границу. Сама она передвигается с трудом. Но, несмотря на это, пригласила в гости Айдына Дакерова, который спас ей жизнь. Во время пожара он вместе с отрядом эвакуировал из многоэтажки 30 жителей. Двух человек из огня вынесли на руках. «Обнаружили на третьем этаже мужчину, у него болезнь Паркинсона. Его вытащили. Потом поднялись на четвертый этаж. Там бабушка дома передвигается ползком. Бабушку вытащили в машину скорой помощи. Там ей оказали медицинскую услугу». Свой поступок Айдын Дакиров подвигом не считает. Говорит, что это его служебный долг. На его счету за 15 лет работы в пожарном подразделении более десятка спасенных жизней. Наталья Острокова, Шенгас Калидин, Олжас Байбосынов, Алматинская область, Хабар-24. Между тем, автопарк департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области пополнился на 13 единиц спецтехники. Такой вот подарок ведомству накануне профессионального праздника сделало руководство региона. Торжественное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, собрало порядка 300 специалистов. Самых лучших наградили медалями и благодарственными письмами. За определенные успехи в работе отличившихся досрочно повысили по службе. Так, с начала года сотрудниками подразделения было спасено около 700 человек. 3000 во время чрезвычайных происшествий были эвакуированы в безопасные места. За последние два года, уже за почти миллиард тенге, оснащение выросло. Это пожарная автотехника, это лодки, это санитарный автомобиль, это другие аварийно-спасательные оборудования, которые необходимы при спасении жизни людей. Оснащение идет уже свыше 40%. В Красноярском крае прорвало дамбу, погибли 12 человек. Больше 10 считаются пропавшими без вести. 4 человека госпитализированы в больницу. Инцидент произошел около 6 утра по местному времени. Дамба находилась на технологическом водоеме золотодобывающей артели. По данным МЧС, в результате ее прорыва затопило два временных общежития с рабочими. Точное число людей, находившихся в здании на момент инцидента, остается пока неизвестным. На месте происшествия работают порядка 270 спасателей. С понедельника в Каталонии проходят акции протеста. Минувшим днем по всему региону началась всеобщая забастовка. Она затронула весь регион. Но крупнейшие манифестации прошли в Барселоне. Акция у управления полицией в центре столицы автономии переросла в столкновения между стражами правопорядка и протестующими. Стражи полицейские применили светодачивый газ. Впервые за неделю они воспользовались водометами. Наш европейский СОПКОР Жанат Эрнст расскажет подробнее. Всеобщая дневная забастовка с участием более полумиллиона человек в Барселоне прошла без инцидентов. Однако вечером она переросла в новую акцию протеста, в ходе которой вокруг полицейского управления города произошли столкновения стражей порядка с протестующими. Взрывы петард, клубы черного дыма, полицейские сирены, бегущие радикалы спровоцировали панику в толпе. Люди бежали в рассыпную и прятались в кафе и магазинах района. Свыше 50 человек получили травмы, задержаны десятки. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили спецсредства. Во всех городах Европы, когда происходят такие действия, когда к протестующим подключаются радикалы, анархисты, полицейские стражи порядка стараются применить самые жесткие меры. В ход идут дубинки, слезоточивый газ, водометы и даже резиновые пули. Ситуация обострилась, когда радикально настроенные люди стали жечь мусорные баки и сооружать баррикады из них. В какой-то момент столичная площадь Каталония стала похожа на театр боевых действий. Любые попытки посеять смуту среди мирных граждан и дестабилизировать ситуацию пресекаются самым жестким способом в центре Барселоны. Стражи порядка на автомобилях разносят самодельные баррикады из мусорных баков и других предметов, которые попадаются под руку анархистам. Всполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде Марласко возложил ответственность за беспорядки на небольшие, хорошо организованные группы лиц. Жители же Барселоны разделились на сторонников и противников насилия в регионе. Эти протесты и агрессивный способ понизить угнетение региона – это нечто, что разрушает все минимальные права человека. Весь доход идет из Каталонии. Мы помогаем, а они нарушают наши права. И это даже минимальная реакция на это. Молодежь – это неосила. Они борются за право на свободу. Они хотят внимания. Это разные проекты. Такие, как вы видите сейчас, и мирные, как по всей Каталонии. Радикалы не должны уничтожать и поджигать вещи. Насилие – это не цель. Оно убивает атмосферу и задачу этих проектов. Я живу недалеко, и это очень неудобно. Так же и для туристов. Ведь это первое, что они видят по приезду сюда. И это нехорошо для города и всего региона. Каталония пылает сегодня в огне. Стоит ли всех жертв и страданий эти протестные движения, покажут самое ближайшее время. Жанна Тернежум, Артахметов, Хабар, 24, Барселона, Испания. Что ж, пусть забастовка в Каталонии закончится как можно скорее мирным путем. С вами был Арстам Балтин. И напомню, самые свежие события в стране и мире вы можете найти на нашем информационном интернет-портале по адресу 3W24KZ. Там же есть и обратная связь. Заходите, интересуйтесь, просматривайте. До встречи. Увидимся. Вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин